Кирпич Кирпич Супер-сооружение Кирпич Все начинается с кусочка глины. В огне он превращается в твердый камень. Все начинается с кусочка глины, но после обжига он становится твердым. Это превращение сделало кирпич краеугольным камнем инженерной мысли более чем на 9 тысяч лет. Вы можете найти здание из кирпича практически повсюду. Ни один другой строительный материал не использовался так активно за всю историю. Со времен античности из него возводили одни из самых известных сооружений. Над многими из них время невластно. Это просто потрясающе, потому что трудно представить, что какой-то материал может не разрушаться так долго. Когда мы берем кирпич и используем его при постройке современного здания, оно автоматически становится частью истории кирпичной архитектуры и истории градостроительства. В наши дни кирпич продолжает отвечать требованиям инженеров. Это крепкий материал для постройки бытовых сооружений. Дорог, труб, домов. Он также подходит для отделки стадионов и небоскребов. Более 9 тысячелетий после своего изобретения кирпич остается важным материалом для строительства. Мне кажется, кирпич – невероятный материал. Я всегда был им очарован. Я никогда не прекращу удивляться тому, что можно сделать из кирпича. Крепкий. Устойчивый к различным погодным условиям. Фактически огнеупорный. Кирпич славится своими качествами. Но сооружение из кирпича имеет также и одно слабое место. Известковый раствор. Для кирпичных стен требуется соединительный раствор, чтобы скрепить кирпичики. Без известкового раствора стена будет просто набором кирпичей, которые непрочно поставлены один на другой. Кирпичи и известковый раствор не могут друг без друга, как хлеб и масло. Вам нужен известковый раствор, чтобы соединять кирпичи, потому что очень сложно строить без соединения. Кирпичи не могут прилипать друг к другу. Приходится использовать соединительный раствор из песка и цемента, или песка и извести. Тогда получается соединитель. Соединительный раствор действует как клей, который скрепляет кирпичи. Но он также является главным уязвимым местом построек из кирпича. Когда на стену кирпичного сооружения происходит сильное давление со стороны, соединительный раствор испытывается на прочность. Он может начать крошиться. Тогда может разорваться связь между кирпичами. Этот недостаток особенно заметен во время землетрясения. Колебания почвы могут вызвать разрушение соединительного слоя. Последствия могут быть трагическими. Многие кирпичные здания, построенные здесь в США, не имеют укрепленного фундамента. Они не спроектированы так, чтобы противостоять сейсмическим ударам, землетрясению. Эти здания нельзя сотрясать или двигать. Стенам вредна вибрация. Большинство архитекторов и инженеров согласны, что, когда случится землетрясение, если это будет большое землетрясение, некоторые здания разрушатся в той или иной степени. Но, несмотря на этот недостаток, спрос на этот древний строительный материал продолжает расти. Ежегодно только в США производится 10 миллиардов кирпичей. Чтобы удовлетворять значительный спрос, большая часть производства осуществляется на фабриках, оснащенных самыми современными технологиями. На заводах, таких как Redlands KF в Южном Виндзоре в Коннектикуте, каждый час производят 50 тысяч кирпичей. В то время как современные технологии позволяют ускорять процесс производства, основной компонент для производства кирпича не меняется веками. Глина. Глина – это мягкий и влажный слой земли, который обычно находится под верхним слоем почвы. Глину добывают почти во всех странах мира. Из того же материала делают керамические изделия. Но это не значит, что все кирпичи обладают одинаковыми свойствами. Разные виды глины содержат определенные минералы. Из-за этого кирпичи могут приобретать различный цвет, вес или разную прочность. Разнообразие велико. Если вам нужен материал для внутренней отделки печи, возьмите глину с добавлением железной руды и кварца. Такие кирпичи будут обладать высокой огнеупорностью. Если вы ищете прочный материал для полов промышленной фабрики, выберите алюмосиликатный кирпич, обладающий компрессионной прочностью. Выбрать правильный сорт глины – это один из наиболее важных этапов в производстве кирпича. Глину добывают из земли и придают ей форму. Веками форму кирпичам придавали кропотливым ручным трудом. Теперь форму глине придают специальные экструзионные прессы. По мере придания формы, из глины выходит воздух. В результате кирпичи становятся менее пористыми. Это крайне важно. В процессе сжимания глины из нее фактически выдавливают воздух. Это устраняет пустоты в готовом продукте, и кирпич получается более прочным и водостойким. Но чтобы глина превратилась в кирпич, ее надо обжечь. Именно жар закаляет кирпич и делает его прочным. В этих современных печах кирпичи обжигают при температуре не менее 870 градусов Цельсия. При такой температуре происходит трансформация. Жидкость, содержащаяся в глине, испаряется, и частички глины начинают сливаться на молекулярном уровне. Слияние частиц называется спеканием. Оно превращает мягкую землю в прочный, как камень, строительный материал, который мы называем кирпичом. Кирпич действительно замечательный материал, потому что он представляет собой маленькие центрированные камни, полученные при высокой температуре, когда внутренние компоненты глины механически спекаются в результате термического процесса и превращаются в конечном итоге в цельный кирпич. Это практическое волшебство. Обжиг кирпича требует точности. Если вы обжигаете его при слишком высокой температуре или слишком долго, глина фактически растает. Если температура, наоборот, будет недостаточно высокой или время обжига слишком коротким, вы получите хрупкий, крошащийся и абсолютно бесполезный материал. В современных печах для обжига установлены термометры, позволяющие контролировать температуру. Такое внимание к качеству позволяет обеспечить производство прочных и эстетически красивых кирпичей, которые будут служить годами. Но вначале была только одна печь для обжига. Солнце. Иерихон. 7 тысяч лет до нашей эры. Посреди этого голого ландшафта менялась история человечества. Человек придавал грязи форму и оставлял на солнце, чтобы она высохла. Она становилась достаточно прочной, чтобы выдерживать определенный вес. Некоторые постройки древнего мира были сооружены из кирпичей, сделанных из грязи. Многие считают, что архитектура началась с камня. Но именно из кирпича были сделаны здания, которые простояли долгое время. Всё началось с необожжённого кирпича сердца, когда люди просто придавали кирпичу форму и оставляли высыхать на солнце. И этого было достаточно. Остатки древних сооружений из кирпичей, сделанных из грязи, мы всё ещё можем увидеть. Эти руины когда-то представляли собой стену длиной почти в 6,5 тысяч километров. Это было самое большое сооружение, возведённое человеком. Стена простояла так долго, во многом благодаря тому, что была возведена из миллиардов кирпичей, сделанных из грязи. Это была первая китайская великая стена. Это удивительное достижение инженерной мысли, прежде всего из-за своих размеров. Единое сооружение длиной в тысячи километров. Аналогов этому нет в истории человечества. И эта стена была построена с одной простой целью – для защиты. 221 год до нашей эры. Китай подвергался постоянным нападениям племён с севера. Императору Ши Хуанжи было необходимо защищать свои земли. Китайцы были фермерами. У них не было лошадей. Потому они всегда были уязвимы в случае атак всадников. А остановить нападение кавалерии можно только, возведя на её пути некий барьер. Император решил возвести стены вдоль северной границы Китая. В городах, как, например, в современном Пекине, можно использовать камень. Но как построить стену длиной в тысячи километров в отдалённых малонаселённых уголках страны, расположенных в горах и пустынях? Переместить туда тяжёлые материалы, как, например, камень, практически невозможно. Китайские инженеры нашли решение. Они решили сделать стену из материала, который можно найти по всей территории страны. Только один материал был общедоступен. Грязь. Инженеры разработали уникальную схему. В наиболее отдалённых регионах Китая они решили соорудить ряд взаимосвязанных стен. Они возвели опорную часть стены из камня, песка и земли. Потом, с обеих сторон, они обложили её необоржённым кирпичом-сорцом, чтобы придать стене прочность и устойчивость. Фактически, кирпичи играли роль покрытия. Они поддерживали основную часть стены и защищали её от внешних воздействий. В строительстве было задействовано более 700 тысяч человек. После десятилетних усилий система соединённых между собой стен протянулась вдоль границы Китая. Но период спокойствия был коротким. Такая стена не могла простоять долго. Дождь, ветер и снег разрушали её. Поскольку эти кирпичи не были обожжены, частички внутри не были слиты воедино. Влага попадала внутрь глинобитной стены. Кирпичи разбухали и разрушались. Кирпич-сырец не проходит стадию обжига. Поэтому он разрушается от дождя и воды. Большая часть самого длинного сооружения в мире, сделанного из кирпича-сырца, лежит в руинах. Чтобы восстановить стену, китайцам надо обратиться к новому виду кирпича, который и сможет защитить стену. Великая китайская стена протянулась практически на 6,5 тысяч километров. Она пролегает через самое сердце страны. Устойчивость этому сооружению придают, по подсчётам специалистов, около 3 миллиардов кирпичей. Но это эпохальное сооружение практически не имело шансов просуществовать долго. Через несколько веков после своего создания стена начала разрушаться. Кирпич-сырец, который поддерживал стену, крошился под воздействием природных стихий. Края кирпичей потихоньку разрушались, и вся стена превращалась в грязь, из которой она и была создана. Чтобы построить новую стену, китайцам был нужен более крепкий кирпич. Они стали использовать новый материал — глину. Менее пористая, чем грязь, глина делает кирпичи более устойчивыми к проникновению влаги. Но кирпичи, обожжённые на солнце, также были недостаточно прочными. Китайцы решили использовать ключевую технологию — обжиг. По крайней мере, 3000 лет китайцы изготавливали керамику, обжигая её в печах при высокой температуре. Они решили применить подобную технологию и в производстве кирпича. При обжиге температура в печах достигает 1000 градусов Цельсия. Молекулы глины начинают сплавляться. В результате получается твёрдый кирпич, который устойчив к различным погодным явлениям и может выдержать огромный вес. У китайцев появилась формула, чтобы восстановить стену. Главной проблемой было придумать материал, который бы простоял долгое время. Странно, как много понадобилось времени, чтобы его изобрести. Кажется, понадобилось много времени, чтобы люди начали обжигать кирпичи, вместо того, чтобы просто высушивать их. Чтобы сделать стену более прочной, китайцы также задумались о том, как соединить кирпичи. Важно было выбрать надёжный и крепкий соединительный раствор. При строительстве Великой Китайской Стены инженеры использовали обожжённую известь в сочетании с клейкой и рисовой кашицей. Эта формула действует как цемент. Она склеивает кирпичи. Местные жители называли её раствором, который может продержаться 10 тысяч лет. Кирпичик за кирпичиком китайцы восстанавливали самое большое в мире сооружение, построенное человеком. Стена в том виде, в котором мы её знаем сейчас, была достроена примерно к 1640 году. Прошло более 300 лет. А глиняные кирпичи успешно противостоят различным погодным явлениям. На всём протяжении стены даже можно увидеть клеймы, отпечатанные на глине производителями кирпичей. Стена стоит как доказательство искусства и изобретательности её создателей. Великая китайская стена всё ещё стоит. Она сделана из кирпича и всё ещё стоит. Китай использовал все возможности кирпича для своей защиты. В другом конце планеты, другая империя сделала кирпич основой своего ежедневного быта. Римляне использовали кирпич для возведения стадионов, храмов и даже бань. Кирпич обладает замечательным свойством. Его можно использовать разными способами. Например, построить из него арку. Римляне первыми изучили свойства кирпича. Они первыми восприняли его как интеллектуальное искусство. Насколько мы можем использовать этот простой материал? От глинобидных строений из необожжённого кирпича до эпических сооружений. Сегодня это сооружение стоит как памятник прочности древнеримских строений из кирпича. Построенный около 110-го года нашей эры, рынок сохранился до наших дней по одной простой причине. Римляне смогли использовать прочность кирпича и восполнить его слабые стороны. Можно сказать, что при императоре Трояне кирпичное строительство достигло своей кульминации. Рынок должен был быть шестиэтажным сооружением. Это означало, что нижним этажам предстояло выдержать невероятный вес. В древнем мире идеальным материалом, который бы мог выдержать такую тяжесть, был кирпич. Кирпич невероятно прочен. Вы можете составить один кирпич на другой на высоту 30-60 метров, и нижний кирпич выдержит. Вы можете оставить, например, 6 или 8 машин на один кирпичик, и он не разрушится. Обычный римский кирпич может выдержать давление около 2300 килограммов на 2,5 квадратных сантиметра. Это равно весу бегемота, стоящему на каждом миллиметре кирпича. Даже современный бетон должен выдерживать только от 900 до 1800 килограммов на 2,5 квадратных сантиметра. Чтобы расширить далее возможности кирпича и выдерживать груз, римляне обращаются к еще одному архитектурному нововведению — арки. Когда мы размышляем о римлянах и о том, какой вклад они внесли в развитие строительства из кирпича, мы прежде всего говорим об арке. По сути, арка является идеальным сжатым элементом конструкции. Это очень умный способ заставить кирпич, кирпичную кладку, работать только на сжатие. Чтобы создать эти арки, кирпичи вырезают клином. Потом их тщательно полируют вручную, подгоняя форму так, чтобы кирпичи идеально подошли друг к другу. Прошло практически 2000 лет, а вы едва ли сможете вставить игральную карту между кирпичами. Но главное изобретение, примененное при постройке Троянского рынка, — это секрет, заложенный внутри стен. Римские кирпичи, кирпич, использованный китайцами, — это не один и тот же материал. Длинные кирпичи квадратной формы очень похожи на толстую плитку. Разрезая эти кирпичи как пиццу на две, четыре и даже восемь частей, римляне создали формулу строительства невероятно прочных стен. Снаружи стена прямая и плоская. Но это только фасад. За ним скрывается материал, который придает конструкции большую прочность. Бетон. Они используют этот облицовочный кирпич, арки и нарезанный кирпич, а потом заполняют области внутри стены бетоном или другим раствором. Острые зазубренные края кирпичных треугольников отлично скрепляются бетоном между собой. Так каждый кусочек бетона содержал в себе место для краев кирпича. Так он не только скреплял кирпичи, но и механически удерживал их на месте. Это просто хороший инженерный расчет. То есть по существу получалась стена, состоящая из разных материалов кирпича и бетона, и от этого она становилась более прочной. Прочность кирпича при сжатии в сочетании с использованием бетона позволяла троянскому рынку стать древним высотным зданием. В Риме кирпич доказал, что он может выдержать испытания временем. Более тысячи лет спустя этот материал поможет создать новый центр Европы и показать миру одну примечательную особенность. А сейчас попытаемся проникнуть в науку о кирпича. Лондон, Англия Этот легендарный город обратился к строительству из кирпича, чтобы преодолеть одну из величайших катастроф в своей истории. 2 сентября 1666 года Лондон был объят пламенем пожара. За три дня огненная стихия нанесла огромный ущерб. Сгорело 13 тысяч домов, 87 церквей и бесчисленное количество лавок. Город превратился в пепел. Когда жители Лондона стали убирать последствия пожара, они заметили удивительный факт. Огненная стихия остановилась прямо здесь. Это часть древней стены. Она сделана из кирпича. И огонь совсем не повредил ее. Действительно, очевидно, каждый раз, когда огонь достигает стены, его распространение останавливается. Почему так происходит? Все объясняется огнеупорностью кирпича. Когда глину обжигают в печи, ее частички сливаются и образуют новую молекулярную структуру. В результате получается прочный, как камень, материал, который не растает, если его не нагревать свыше тысячи градусов. То есть кирпич практически обладает иммунитетом против обычных пожаров. Кирпич выдерживают в печи несколько дней, то есть его качества приобретаются в результате термического слияния компонентов. Если снова взять кирпич и нагреть его до температуры, которая образуется в печи, это будет не обычный пожар, а как будто опять в топке. После лондонского пожара Кристофер Рен, главный архитектор короля, ввел новые правила на все восстановительные работы. Каждое новое здание должно было быть сделано из огнеупорных материалов. Лондон начинает строиться из кирпича. Люди хотели использовать огнеупорные материалы, которые смогут выстоять в любой катастрофе. Но город надо было восстанавливать срочно, а строительство из кирпича занимает очень много времени. От самых первых кирпичных строений до современных зданий каждое сооружение возводится одним и тем же способом. Кирпич за кирпичом. Каждый из них укладывается вручную. Обычные квадратные кирпичи только замедляют процесс. Форма кирпича красива, но она объясняется простой экономией. Ранние кирпичи обычно были квадратными, но их не очень удобно было использовать. В Лондоне решают использовать другую форму кирпича – прямоугольную. Эти прямоугольные блоки можно легко держать в руке. Они позволяют каменщикам возводить кладку быстро и экономно. Эта форма также даёт и дополнительное преимущество – прочность. Прямоугольная форма позволяет положить один кирпич поперёк двух других, под ним, лежащих к нему другой стороной. Такая кладка позволяет распределять вес по большей площади, что увеличивает сопротивление сжатию и боковому давлению. От церквей до больниц и частных домов кирпич возвратил Лондону статус великой мировой столицы. Почти 200 лет спустя Англия использовала кирпич, чтобы справиться с ещё более сложной задачей – объединить страну. В 1800 году изобретение парового двигателя изменило мир. Британские инженеры представляли себе страну, связанную сетью железных дорог. Но возникла проблема. Рельсы необходимо класть на сравнительно высокую поверхность. А английские просторы состоят из холмов и долин. Необходимо было строить железнодорожные мосты или путепроводы. Но английские просторы протянулись на 129,5 тысяч квадратных километров. То есть необходимо было построить 32 тысячи километров железнодорожных путей и более 30 путепроводов, некоторые длиной в несколько километров, чтобы связать их в единую сеть. Зачастую было трудно доставить железо в отдалённые уголки страны. Тогда кирпич становился идеальным решением проблемы. Но сможет ли кирпич выдержать тысячи килограммов веса, которые будут давить на него? При строительстве путепроводов кирпичи стали использовать в невиданных масштабах. Их использовали для постройки самих путей, что само по себе требовало большого количества кирпичей и для путепроводов. Это были значительные инженерные проекты. Из кирпичей создавали фундамент путепроводов и мостов по всей Англии. Одно из лучших достижений британских инженеров железнодорожных путей путепровод в Диксвилле. Он достигает в высоту почти 30 метров. Протянулся в длину почти на полкилометра, и он стоит уже почти 150 лет. Каждый день по нему все еще проезжают более 200 поездов. Таким прочным путепровод в Диксвилле делают 13 миллионов кирпичей. Англия. Середина 40-х годов 19 века. Известный инженер Уильям Кубит решил провести железнодорожную ветку от Лондона на север к Одинбургу. Но путь преграждала огромное препятствие долина Мемрам. Кубит искал вдохновение в шедеврах инженерной мысли. Он решил протянуть через долину путепровод, поддерживаемый 40 огромными арками, построенными по образцу римских акведуков. Прочность арок позволила путепроводу выдерживать большой вес при использовании меньшего количества кирпичей. Строительство путепровода заняло всего два года, и в 1850 году его открыли. Он быстро начал прогибаться под тяжестью проезжающих поездов. По мере того, как кирпич все больше использовался при строительстве больших городов, его решили применять для больших сооружений, таких как путепроводы и мосты. Но обнаружилось, что у кирпича было свое слабое место. Он не любит сотрясения. Кирпич не любит перемещения или вибрации. По сути, каждый поезд создает мини-землетрясение. Он постепенно потряхивает кирпичи из стороны в сторону, в результате они трескаются. Инженерам надо было придумать новое решение. Ответом на эту задачу стало изобретение абсолютно нового типа кирпича. Прессованного кирпича или плотного кирпича повышенной прочности. Во всех кирпичах есть маленькие поры или полости с воздухом, которые становятся слабым местом кладки, когда на нее воздействует сила. Плотный кирпич изготавливается путем механического сжатия глины, чтобы она становилась менее пористой и более прочной. Прессованный кирпич был создан для строительства в основном железнодорожных путей, где был необходим кирпич, обладавший большой сопротивляемостью. В 1930 году с помощью плотного кирпича весь путепровод отреставрировали. Через 150 лет после своего создания путепровод в Диксвилле продолжает обеспечивать безопасное движение между Лондоном и Единбургом. Кирпич изменил лицо Англии. Он позволил восстановить город из пепла и объединить страну. Но новый строительный материал выявит слабые стороны старого проверенного кирпича. Этот недостаток угрожает сделать кирпич пережитком прошлого. Оно занимает половину городского квартала. Оно возвышается практически на 60 метров. И оно сделано из 600 тысяч кирпичей. Манаднак билдинг в Чикаго стал вехой в американской архитектуре. Когда здание было открыто в 1892 году, его называли чудом инженерной мысли. Сегодня Манаднак является особой страницей в истории кирпичного строительства. Символом его промаха. Манаднак стал последним небоскребом, полностью построенным из кирпича. В середине 19 века новое изобретение перевернуло мир. Лифт. Теперь люди могли легко перемещаться вверх и вниз. Архитекторы стали мыслить в новой плоскости, в вертикальной. Чикаго подхватил новое веяние. После разрушительного пожара 1871 года большая часть реконструкции города ввелась из огнеупорного кирпича. Способность кирпича выдерживать большой вес также делала логичным его выбор при возведении высотных домов. Вы можете выстроить стопку из кирпичей на высоту более 300 метров, прежде чем она начнет крошиться. Сопротивление кирпича сжатию, то есть каково должно быть давление, чтобы разрушить кирпич очень высоко, около 5000 килограммов на 6,5 квадратных сантиметра. В 1889 году архитекторы Дэниел Бёрнам и Джон Велборн задумали построить самое высокое в мире офисное здание из кирпича. 16-этажный Монаднок должен был возвышаться в центре Чикаго. Чтобы возвести здание такой высоты, инженерам надо было разрешить серьезную проблему. Кирпичным конструкциям не хватало устойчивости в отношении поперечной силы. Когда кирпичная стена сталкивается с давлением с боков, строительный раствор, который соединяет кирпичи, разрушается. Некоторые инженеры того времени полагали, что любое здание высотой более 10 этажей упадет при сильном ветре. Как же 16-этажный Монаднок мог устоять при легендарном Чикагском ветре? Ответ казался очевидным. Надо было сделать стены более толстыми. В обычных кирпичных строениях толщина стены составляет от 30 до 60 сантиметров. Инженеры решили утроить толщину стен, и в основании здания она составила 180 сантиметров. Но это очевидное решение создавало огромную проблему. Вес Монаднока был равен 50 тысячам тонн. Такое тяжелое здание начало оседать. Монаднок строили как витрину для возможности кирпича при высотном строительстве, но он показал ограничения в использовании материала. Всего через два года после завершения работ над Монадноком было построено еще одно здание. На полквартала растянулось еще одно огромное здание. Оно оказалось похожим на оригинал, но под кирпичом скрывался секрет. Стальная рама. В 19 веке развивается массовое производство стали и оно меняет представление о строительстве. Легкая, гибкая и устойчивая к побережному давлению сталь, кажется, обладает всем, чего не достает кирпичу. Сталь позволила стенам основания дополнительного здания стать легче и тоньше стен первой высотки. Перестройка к Монадноку открыла новую главу в кирпичном строительстве возведение композитных зданий, то есть зданий из различных материалов. Сталь дает архитекторам новый инструмент, чтобы строить выше, прочнее и быстрее. По мере того, как здания взмывают все выше, люди начинают задумываться над еще одной целью эстетической красотой. Это настоящая, долговечная, плотная краска. Из-за традиционного внешнего вида многие предпочитают эстетику кирпича. Так, здание Крайслера в Нью-Йорке с его удивительной верхушкой в стиле арт-деко облицовано тремя миллионами кирпичей, покрытых голубой глазурью. Кирпич перестает быть строительным материалом, но он приобретает все большее значение как отделочный материал. Раньше мы использовали кирпич как несущий элемент. Он часто был покрыт чем-то другим. Кирпич был утилитарной частью здания. Теперь кирпич раскрывает свои эстетические свойства. Он скрывает стальные или бетонные конструкции, которые выполняют несущие функции. Сегодня недалеко от Монадника высится новое композитное здание. 50-этажный Коламбион стал самым высоким кирпичным зданием в Чикаго. Его каркас сделан из 3000 тонн стали и более 50 тонн бетона. А снаружи здание облицовано 450 тысячами кирпичей. В конце 19-го века, когда строились Монадник и другие подобные здания, архитекторы были ограничены высотой кирпичной кладки. Сегодня у нас есть Коламбион высотой в 50 этажей. Снаружи используется тот же материал, кирпич. И хотя внутри конструкция во многом изменилась, кирпич может годами поддерживать эстетичный внешний вид. Использование современных технологий строительства из стали и бетона позволяет инженерам строить быстрее и прочнее. Но современные композитные здания ставят новые задачи. В зданиях, построенных из разных материалов, влага может собираться между внутренней частью стены из бетона и стали и внешней кирпичной облицовкой. В результате может начаться эрозия, которая приводит к разрушению каркаса здания. Для таких стен необходима дренажная система, особенно учитывая, что мы находимся в северной части Иллинойса, где погода меняется стремительно от снега к дождю. А потом наступает жаркое лето и осень, несущая влагу. В Колумбин эту проблему решили, построив 10-сантиметровую стену облегченной кладки, которая впитывает влагу и выводит ее из здания. Чтобы построить такую дренажную стену, строителям пришлось использовать сложную технику. Перед тем, как начать облицовку кирпичом, каменщик устанавливает стальную полку, покрытую водостойким прорезиненным материалом. В раствор он будет действовать как фитиль, выводя наружу влагу со внутреннего слоя стены. Вода будет безопасно выводиться наружу, где она не может причинить ущерб. Композитные технологии позволяют вознести кирпичное строительство на небывалую высоту. В отсутствие необходимости поддерживать здание красота кирпича позволяет ему выживать в мире современного строительства. Прочный, стойкий, фактически огнеупорный. Кирпич оставался основным строительным материалом для инженеров на протяжении 10 тысяч лет. Но если конструкция из кирпича несовершенна, итог может быть смертелен. Когда кирпичная конструкция стареет, раствор скрепляющий кирпичи может вымываться. Без регулярного ухода когда-то цельные кирпичные стены могут сделаться смертельными ловушками. Нигде в мире вопрос качественной профилактики кирпичных зданий не стоит так актуально, как в Нью-Йорке. Здесь находится почти 600 тысяч конструкций из кирпича, многие из которых построены еще способом неармированной кирпичной кладки. Это центр неотложного реагирования города Нью-Йорка. Также это штаб-квартира верховных органов власти, отвечающих за безопасность зданий. Специальный судебный отдел строительного департамента. Эти снимки показывают состояние обрушения внутри здания. Сегодня они отправляются инспектировать ряд стареющих заброшенных домов в Гарлеме, которым грозит опасность обрушения. Гарлем располагает одним из самых красивых жилищных фондов города. Возраст значительной его части превышает 100 лет, и она тщательно отреставрирована. Но некоторые здания не были отремонтированы во время недавней реконструкции Гарлема. Сегодня судебная группа оценивает условия безопасности ряда зданий, построенных в конце 19 века. Они были брошены своими владельцами и сейчас принадлежат городскому жилищному департаменту, которому предстоит оценить, можно ли спасти эти кирпичные конструкции, или же их придется демонтировать. Заходите сюда осторожно. Осмотр верхней части зданий является особенно рискованным из-за возможного обрушения потолка. Любой неверный шаг может стать последним. На втором этаже над нами потолки обрушились. В то время как деревянные перекрытия во многих местах обрушены, кирпичные стены стоят крепко. Стены выглядят вполне удовлетворительно изнутри, но соединительный раствор, важнейший элемент кладки, несет следы упадка. Раствор легко удаляется пальцем. Чтобы снова сделать это здание жилым, эти отверстия должны быть заделаны. Сегодняшняя оценка зданий являются потенциально опасными, но кирпичный скелет сооружений преимущественно не поврежден. Окончательное решение восстанавливать ли эти здания или перестраивать будет сделано соответствующими органами на основании этих данных. Я верю, что здание можно привести в порядок сравнительно легко. Это распространенная практика. у меня за спиной вы можете видеть отреставрированное столетнее здание, а справа точно такую же шестиэтажку, но заброшенную и разрушающуюся. Но все сооружения из кирпича от древних строений до современных зданий сталкиваются со смертельным врагом. Землетрясениями. Когда земля начинает проседать, неспособность кирпича двигаться из стороны в сторону вместе с колебаниями почвы может разрушить здание. Когда происходят колебания земли и здание пытается повторять их движение, некоторые части здания расширяются, а другие сжимаются. Сжатие для кирпича не проблема, а вот расширение для кирпичных зданий опасно. очень опасно. От Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. От Ирана до Филиппин картина повторяется. Во время сейсмической активности здания из кирпича практически полностью разрушаются. Первыми жертвами землетрясений становятся кирпичные здания традиционной конструкции. Не укрепленные стальным или другими конструкциями они могут разрушиться при определенной силе колебаний. Десятилетиями инженеры пытались устранить этот недостаток соединительного раствора. В Токоме, штат Вашингтон, в настоящий момент используется новая технология. Когда это шестиэтажное здание будет достроено, оно обеспечит квартиры для преподавателей и студентов Вашингтонского университета. каркас из стали и бетона будет облицован более чем десятью тысячами кирпичей. Чтобы облицовка держалась прочно, инженеры используют новое изобретение – сейсмоустойчивое соединение. Стальные связки фактически прикрепляют кирпичи к каркасу здания из стали и бетона. Крепления присоединены вот так. Потом внутрь продевается проволока девятого размера, которая позволяет зданию двигаться отдельно от кирпичной кладки. Кладка может перемещаться вот так вверх и вниз по отношению к каркасу здания, но все же оставаться к нему прикрепленной. Эти крепления позволяют кирпичным стенам двигаться отдельно от основного здания во время колебаний земли и при этом оставаться к нему присоединенным. Так кирпичи и соединительный раствор двигаются вместе, а натяжение, которое разрушает обычные стены, в этом случае устраняется. Обеспечить прочность этого здания, облицованного кирпичом, очень важно. Такома и соседний Сиэтл как раз находятся на линии сброса породы. 28 февраля 2001 года, 10.54 утра. В окрестностях Сиэтла произошло землетрясение силой в 6,8 балла. Многие исторические кирпичные здания Сиэтла серьезно повреждены. Каменщик Джим Рейнольдс работал на строительной площадке, когда произошло землетрясение. Но это здание оборудовано сейсмоустойчивыми креплениями. Новые здания, над которыми мы работали, были облицованы кирпичной кладкой, прикрепленной сейсмоустойчивыми соединениями. Кирпич просто колебался вместе с волнообразным колебанием на почву. Сейсмоустойчивое крепление нанесет огромный потенциал для новых зданий. А что делать с уже построенными кирпичными сооружениями? Существует множество кирпичных зданий в зонах сейсмической активности по всей стране. Но если эти здания не укрепить, многие из них могут разрушиться от малейшего колебания. во многих случаях укрепление зданий с помощью конструкции стали и бетона или сейсмоустойчивых соединений невозможно либо слишком дорого. Но новая технология пытается решить проблему укрепления кирпичных зданий снаружи. Это суперсовременное стекловолокно, которое в пять раз прочнее стали. Это волокно может связать кирпичи специальной эпоксидной с полой. Стекловолокно помогает кирпичной стене устоять в случае землетрясения. Вы сочетаете хорошие свойства кирпичной стены, например, устойчивость к сжатию с преимущественными композитами, которые устойчивы к поперечному растяжению. Правильно соединенное здание не уронит свои кирпичи на прохожих в случае землетрясения. Вы сохраняете кирпич, эпоксидное крепление очень прочное. В этом опыте удар кувалды имитирует силу, которая воздействует на кирпичную стену при землетрясении. Когда кувалду ударяют по стене непокрытой стекловолокном, стена рушится. Удар следует за ударом, и раствор, и кирпичи рушатся. Кирпич и кирпичом стена разрушается. На стене покрытой стекловолокном результат совершенно другой. с каждым ударом волокно рассеивает силу. Кирпичи и раствор остаются на месте. У этого волокна невероятные возможности. Оно может обеспечить поддержку и безопасность многим неукрепленным кирпичным зданиям по всему миру. Около десяти тысяч лет кирпич создавал наш мир. От простого кирпича сердца до композитных зданий и супер современных технологий. Человеческая мысль продолжает усовершенствовать кирпич и поддерживать это древнее творение на передовой современных строительных технологий. Но главным качеством этого материала может быть наша тысячелетняя привязанность к нему. Я думаю кирпич обладает уникальным свойством. Мы интуитивно чувствуем что это наша история. Мы понимаем что чувствуем себя хорошо когда находимся в зданиях сделанных из кирпича. Это невероятно эстетичный и красивый материал. Людям комфортно рядом с ним. Они любят видеть кирпич, любят смотреть на свои кирпичные здания и ощущать их прочность. Все начинается с земли и мы понимаем что все уходит в землю. То есть это один из природных материалов. Кирпич это прежде всего материал который продолжает развиваться. Сегодня он отвечает на новые вызовы нашего мира и он помогает закладывать основы для нашего будущего. Редактор субтитров